Ржавый цирк умеет рисовать окружность только одного радиуса. Вот одного радиуса умеет, а больше ничего не умеет. В молодости он рисовал любые окружности, все было замечательно, а вот сейчас ржавел, все. Но окружность одного радиуса по-прежнему умеет. Есть ржавый цирк. И есть на посписти две точки. Дальше будет три пустота. Состояние между ними в точности равно радиусу этого самого циркуля. Задача. Если даны точки, сумеете отразить и построить вот такую. То есть А и Б даны. А и Б даны. Требуется построить точку С. Это был первый пункт задачи. Вот, честное слово, очень легкий. Второй пункт задачи. Точки А и Б даны и расположены близко друг от друга. То есть расстояние А, Б меньше, чем Р. Задача та же самая. Сумеете отразить точку А относительно точки Б. То есть А и Б даны, построить точку С. Ну и вы уже догадались. Пункт В. Точки А и Б далеко друг от друга. То есть расстояние больше Р. И задача та же самая. Отразить. Пункт В надо разделить на два пункта. Да, как и где? Когда А, Б на расстоянии больше, чем 2Р. И меньше или равно 2Р, но больше, чем Р. Первый пункт В, С равно Р. Требуется построить такую точку, чтобы она лежала на прямой А, Б, и чтобы А, Б равнялась В, С. Нормально. Ребята, если нарисована такая инфаментная штука, это не что-то страшного. Отружный, сказали, окружный. Здесь окружный. Дальше. Замечательно. А как узнать, где она расположена? Вот это, это где? Диаметр, реально противоположная точка А. Да, а для этого нужна линейка, чтобы провести этот диаметр. Когда нам говорят, в задаче дано то-то, считается, что ничего кроме этого не дано. Потому что если кроме этого Р. У вас еще есть придача нам что-нибудь, вагоны маленьких, тережки инструментов, то, конечно, вы все и делаете. В том-то и дело. У вас нет ничего, кроме ржавого цифра. Понятно? Задача новостроения, разумеется, не надо воспринимать, как, так сказать, важное для народного хозяйства. Это учебная задача по геометрии. Просто некоторые геометические идеи очень естественно рассказывать именно таким образом. Не думайте, что во взрослой жизни вам придется бороться с фишалом цифры и так далее. Нет, конечно. Да что это? Давайте. Очень хорошо. Вы можете уже входить. Да. Рисовали округлости с центром В через точку А. Дальше. Так. Дальше. А по-моему, он понял. Он решил задачу. Ребята, это розочка. Вот если взять циркуль, зафиксировать его радиус и начать рисовать, рисовать, рисовать. Все, спасибо, все правильно. То получается, можно все простое рисовать такими окружностями. Идея вот в чем. Есть правильный шестиугольник. Когда у вас есть любой отрезок АВ, то мысленно можно нарисовать правильные треугольники. Циркулемые, конечно, не нарисуем. Но, если представить себе, что они есть, то, разумеется, вокруг правильного шестиугольника можно описать окружность. Разумеется, можно поставить в любую из вершин ножку циркуля и нарисовать. Понимаете, да? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот проще всего взять какую-то на программу живую геометрию или геоджебру. И хотя бы раз в жизни это нарисовать, получится красивая картинка, и вы все поймете. Отлично. Пункт А мы решили. Дальше намного интереснее, намного сложнее. А уже сделано. Ну да, да, розочка. Вот. Мы получили точку С. То есть, если две точки стоят на стоянии Э, мы умеем узваиваться, так? Да. Замечательно. Сделаем пункт В. Это окружность. Это окружность с центром в точке В, да? Есть окружность с центром в точке А. Не совсем так. Кстати, вот здесь середина пропитуляра. Да, провести его мы не можем. Линейки у нас нет. Но вообще-то в природе он есть. Дальше. Теперь я в один цвет помил. Вопрос, а зачем мы это делаем, это то, что отличает математика от гуманитария. Потому что гуманитарий, ему всегда интересно поговорить о, поболтать, что-нибудь такое, да? А математику интересно, что реально происходит. Попытайтесь понять конструкцию. Вот. Мы умеем удваивать отрезки длины Э, так? Да. Поэтому мы можем взять для вот этих вот точек, удвоить. Если он сейчас нарисует картинку, как он удваивает отрезок БД, то уже будет невозможно ничего понять. Потому что вы помните, что процедура удвоения состоит в том, что нужно нарисовать несколько окружностей. Помните эту розочку? Там довольно много было окружностей. Если их все нарисовать на нашей картинке, будет уже ничего невозможно. Но! В принципе, отрезок БД – это отрезок длины Э. А значит, удваивать его можно. Поставим там точку Д'. Да, можно. Также мы можем удвоить отрезок ЕБ. Можем. Получится точка Е'. Да. А теперь мы строим точку С. Как? Мы заметим, что вот здесь вообще-то есть такая окружность. Не надо ее рисовать, будет хуже. Но окружность с центром Д, проходящая через А и Б, существует. Да. Исиметричная с центром Е'. Да, конечно. Да. Нарисуем их с центрами в точке Д' и Е'. Не их, а окружности такого радиуса. Да. Получится. А это и будет та самая точка. Это и будет та самая точка С. Способ нарисовать красивую картинку на начальном этапе изучения геометрии простой. Надо рисовать ее большую. Не жалейте места. Прямо на всю страницу, хотя бы на половину страницы. Лучше на всю. Большую, здоровую картинку. Ничего не бойтесь. Пока вы пытаетесь рисовать. Нет. Я хочу объяснить. С самого начала. Давай. С самого начала. Давайте так. Я повторю. Да. У нас было две точки. А и Б. Между которыми расстояние было маленькое. Меньше Р. Да. Меньше Р. Мы научились удваивать такой отрезок. Как научились? Ну, мы заметили, что вот есть такие треугольники. И заметьте, что оранжевый-белый треугольник повторяется четыре раза. И из-за него мы получаем удвоение. Потому что вот здесь все уголовные. Ну, конечно. Но при этом эти отрезки оранжевые мы совершенно не рисуем. Мы рисуем только отружности. Да. Мы рисуем отружности сцены в точке А, сцены в точке Б. После этого розочку для точек Б и Е. Ну, это три отружности. Ну, можно три, можно больше. По вкусу можно всю плоскость. Всю плоскость можно в окружности. Обычно ЕБ. Да. Для ЕБ еще три отружности. Да. И еще две. Да. 2 плюс 3 плюс 3 плюс 2. Да, да. Ну, некоторые из них будут одно и то же, поэтому даже меньше. Не важно. Тут нет идей поставить рекорд в смысле количества окружностей. Но рекорды тоже можно ставить? Можно, можно. Я думаю, там штук семер будет. Пункт В. А тут же такой способ подходит. Стоп. Вот он говорит еще то же самое. Сделал? Да. Ну, я вот подправить монтажа окружности сцены в точке А и сцены в точке. Р. Р. Маленькое число. Р. Меньше, чем АБ. Радиус, надо дочесать, маленький. Не такой вот здоровый. Никто не говорит вам, что Р больше... Нет, почему это? Я потому что уже говорил, что если... А, то есть мы хотим сначала разобрать случай, когда АБ меньше, чем 2Р. Да. Хорошо, разберем. Хорошо. Если вы попросите с центром точки А и с центром точки В. И с центром точки В такую же. Хорошо, хорошо, да. Удваиваем, то есть мы умеем отражать симметрично, если расстояние равно Р. Дальше. А, и дальше то же самое. Проще говоря, вы хотите сказать, что построение, которое было рассказано, работает не только, когда АБ меньше Р, но и когда АБ меньше, чем 2Р. Это верно. Но представьте себе, что АБ это, не знаю, там 99,5Р. Что-нибудь в этом роде. АБ может быть очень большое по сравнению с Р. Или это 220,1719Р. Понятная идея? АБ больше, чем 2Р. Да. Смотрите. При помощи нашего циркуля мы умеем рисовать ревносторонние треугольники. Ну не треугольники, а вершины. Вершины. Да. Так. Мы нарисуем такую розочку. Проще говоря, берем любую точку на окружности. Нет. На окружности с центром Б. Так вот, если вы взяли произвольную точку, что дальше делаем? Рисуем нашу розочку. Ну не розочку, а вот такие точки ищем. То есть при помощи проведения наших окружностей, то есть отрезки мы провести не можем. А точки можем, да. И дальше ее можно продолжить на всю плоскость. Так, ну примерно нарисуй, что там будет. Да, да, да. Дальше, дальше. Нет, ну она не в виде лучей, конечно, а в виде именно треугольников. Получается такая треугольная сетка. Еще раз. У нас нет этих прямых. У нас есть только окружности и точки. Но вот если вы подумаете, то точки получить можно. Идея понятна? И будем рисовать такую розочку, розочку, розочку. В какой-то момент точка А где-нибудь там окажется. Точка оказалась внутри. Дальше. Ну. Какие-то лежат близко к точке А. Да, конечно. Вот эти две. Например. Рисуем, отражаем. Можем. Да. И теперь понятно, что можно отразить и весь путь от точки А. Так, вот здесь уже стоит ввести обозначение. Коль, пожалуйста, вершины того треугольника, в котором оказалась точка А, обозначь какими-нибудь буквами. Там Е, Ф, Ж. Отлично. И теперь вот она идея. Рисуем точку Е штрих и точку Ф штрих. Смотрите, господа, это называется центральная симметрия. А почему мы это можем нарисовать? Потому что мы решили пункт А. Помните? Мы решили пункт А. Если расстояние меньше, чем Р, то мы все умеем. Когда точка лежит внутри треугольника, то обязательно найдутся две вершины, до которых близко. Отрезок А меньше, чем Р. Кстати, это неплохо вообще-то доказать. Это понимаете, почему или нет? Почему отрезок АЕ меньше, чем Р? Нет, вообще-то все есть. Я понимаю, что все. Почему? Ну, в равностороннем треугольнике. Да. Даже не только в равностороннем. В любом треугольнике, если берешь точку внутри треугольника и соединяешься с вершинами, то все эти отрезки будут меньше, чем наибольшая сторона. Коль, пожалуйста, объясни это всем на отдельной картинке. Так, ребята, это очень простой геометрический факт, но это надо знать. Берете абсолютно любой треугольник. Берете внутри абсолютно любую точку. На самом деле даже две любые точки. Или точку и вершину, или просто две любые точки. Вот этот отрезок не может быть больше, чем наибольшая сторона треугольника. Нельзя, вот если все стороны треугольника меньше Р, или там в данном случае все стороны треугольника равны Р, то вот отрезок АЕ, отрезок АФ и отрезок АЖ, они все будут меньше, чем Р. Почему? Ну, продлить его. Если был какой-то отрезок, можно его продлить, чтобы он уперся в стороны, его длина увеличилась. Дальше. Ну, теперь рассмотрим какой-то тупой, нижний. Да. И скажем, что одна из вот этих сторон больше, чем... Ну, потому что один из углов, которые там возникли, является неострым. Согласны? Тупой или прямой? И, соответственно, в сторону неострого угла происходит увеличение длины. Ну, когда мы, например, получили эту сторону, мы заметим, что здесь есть один неострый. Да. И, соответственно, можно увеличить. И мы дошли до стороны. Все время увеличивали и в конце получили сторону треугольника. Так, отлично. Это обсудили. Так, теперь главное. Я боюсь, что многие сейчас вообще ничего не понимают. Зачем нам нужны точки Е' и Ф'? Для того, чтобы пройти путь от В до вот этого угольника в обратном порядке. То есть, смотрите, по точкам Е' и Ф' мы можем построить Ж'. Ребята, это замечательная идея центральной симметрии. Вот у нас был треугольник Е' и Ф' и Ф' и Ф' и Ф'. Он симметричен треугольнику Е' и Ф' и Ф' И дальше всю вот эту вот решетку из треугольников вы симметрично отражаете, рисуете, рисуете, рисуете. Ну, я не знаю, как это понятно объяснять. Посмотрите, ну, вот эту точку, Ф' и Ф', мы поставим вот так. Е'. Да, по точкам, да, Е' и Ж'. Ну и так далее.